Один важный момент, которым ноги дают прийти как, это ощущение, что у них за спиной заградотряд, их расстреляют, если они дойдут назад. То есть люди не могут сейчас себе представить, что можно отпустить, отойти, посмотреть на позицию заново и начать выходить. А еще я говорю, окей, наш соперник тоже не будет ждать, пока он его пройдет. Я подхожу, беру вроде бы хороший захват, но он моментально срывает, начинает заградать ноги. Что он делает ноги? Начинает, я тебя все равно за штаны возьму, я тебя буду держать на максимум, вы уже в районе можете обрежаться за штаны. Все, все, окей, я беру захват, он быстро говорит, да я деркиваю руки, на секунду отхожу. Потому что здесь я сильнее, чем я зайду сюда, он заправит кран, мне придется все это разбирать. То есть не бойтесь, он здесь, берем, он берет, убираем, пытаемся брать снова. Вот она игра на скорость, вот у нас ревод с ногами. Вы не будете передавать заклады по наследству. Не надо за них убиться, как в последний раз. Взяли, отпустили. Это просто. То есть вот, я попал в его позицию, у него все хорошо. И многие пытаются просто навалить. Например, я тебя задавлю, я вот здесь сейчас сяду и буду тебя давить. Обычно это заканчивается лигой садмишином, либо свинью. И так можно запустить, что он берет. Наглядно было. И ему это было очень комфортно. Окей, я попал на три захвата. Держи. Попытайся меня сейчас отправить через себя. Я начинаю валить назад. Я просто начинаю сваливать максимально назад, при этом пытаться выкрутиться. И ему придется менять. Я все время сваливаю назад. И если это будет активно, так сказать, другим. Скорее всего, это будет идти либо до негральной позиции, либо до позиции, которая будет получше, чем там, в которую я попал. Но если я попал в плохие захваты, то есть в его гард для меня это плохо. Это не старт кто-то не сделал. Я уже займем. И я буду пытаться его задавить. То есть я попаду в красак. На самом деле, в большинстве гардов, ему мои руки в принципе не опасны. Чему я. То есть он вообще хочет контролировать мои ноги. То есть если он возьмет мои ноги, а я теперь весь отсюда безопасен, я могу за что угодно здесь взять, пока я отсюда не вылезу, угрозы нет. И так в большинстве и большинстве гардов в принципе. Он хочет контролировать мои ноги либо напрямую, либо через мои руки заставлять меня фигаться ногами так, как ему удобно. То есть вообще такой спайтер гардов, например. Да и мне руки мои важны. Ему важно меня вытянуть, чтобы я подошел поближе. Я отсюда либо полечу, либо он выменяет позицию, либо сделает что-то другое. То есть человек снизу, хочет получить контроль над частью тела, которая ниже, которая сверху, в большинстве случаев его не сильно нужна. Да, то есть если он спрячет щелку назад, он будет атаковать на плечевой хвост, и скрец отлично, но в основном ему нужна вот эта половина. Поэтому мы ее прячем. То есть в чем многие проблемы? Вы начинаете выходить от отсюда. То есть ему даже тянутся ногами не надо, он заправил крючки, у него все хорошо. Правда, друзья? Старайтесь с ноги держать подальше. Вот здесь его ноги слабые, ему тяжело потянуться, даже если он знает, он для меня дотянется, и ему надо подъехать, чтобы усилить свои ноги. Поэтому ноги свои нужно держать подальше от его ног. Он взял из рукава, и часто, вот у вас ноги стояли хорошо, и чтобы у вас захват, он опускает захват, получает две ноги. То есть следите за этим. То есть вы не должны, ваши ноги гораздо важнее вашей подданной руки, и вы не должны, спасая руку, отдать две ноги, чтобы он абсолютно комфортно себя чувствовал. Если у меня забрали рук, я слежу зай, помогаю себе второй рукой, слежу за его ногами.